Были некоторые политологи, которые говорили, ну, основной кандидат Кремля был, остается и будет Александр Григорьевич Лукашенко. Несмотря на то, что у него там риторика меняется 24 часа в сутки, но все-таки это основной человек Кремля. И, в принципе, несмотря на некоторые капризы, Кремля довольно устраивает руководство Александра Лукашенко. И те, которые так говорили, были правы. Те, которые занимались и транслировали повестку дня официального Минска, что якобы ведется какое-то балансирование, очевидно, были неправы. И Владимир Путин, когда поздравил Александра Лукашенко с победой, когда наблюдатели, так называемые, и страны СНГ тоже сказали, что процесс якобы был безупречен. Ну, то есть, очевидно, на кого ставили и на кого опирался официальный Минск. Так что надо избавиться, наконец, от этих каких-то иллюзий. Но сейчас игра России есть краткосрочная и долгосрочная. Краткосрочная, в принципе, игра понятная, что если можно постараться, чтобы Лукашенко остался во власти. Но долгосрочная, в принципе, поменяться ролями. Если Лукашенко имитировал какого-то переговорщика во время последних лет, так сейчас Путин будет меняться ролями, он будет переговорщиком по поводу Белоруссии. Это возможность для него зайти в международное пространство и поменяться ролями с Александром Лукашенко. И, в принципе, одна очень важная деталь для Кремля – это показать, вот хотели перемен, вот получите. Перемены, да, что процесс будет торпедироваться разными провокациями, социоэкономическими проблемами и так далее. И этот сигнал важен не только для белорусских граждан, но также и для граждан России. Потому что только представьте, если меняется власть, начинаются реформы и так далее, какой бы это был сильный сигнал для российских граждан, которые тоже хотят перемен. И то есть, если белорусы смогли, что мы не можем. Так что вот самое большое опасение Владимира Путина, чтобы такие настроения протестные не перешли также на территорию России. И он будет делать все возможное, чтобы этому препятствовать.